Благословенное утро всем, кто проснулся и садится с нами за этот стол. Благодарность Богу за то, что мы с вами можем иметь еще это время. Вы знаете, опять хочется обратить наше внимание на то, что время это ресурс, который заканчивается. И мы не знаем, где закончится он для нас, для каждого из нас, для человечества в целом. Но сегодня еще он не закончен, этот день только начинается, и мы можем в него вступать с пониманием, что Господь над нами распространил шатер своих небес, над которыми обитает Его слава, Его правда, Его престол. И оттуда идет Божье водительство в наши с вами судьбы. Поэтому я хочу, прибегая к этому источнику, самой черпать и делиться с каждым из вас, кто с нами хочет проводить это время. Вы знаете, если обращаете внимание на своего внутреннего человека, что изменилось за те дни, часы, минуты, которые мы с вами проводим вместе. Ведь уже более тысячи программ, и мы с вами можем двигаться, понимая, что за каждой частью этой программы есть Божий совет. И поэтому нам нельзя пропустить его и сегодня. Потому что для каждого дня достаточно своей заботы. И Бог, который заботится о нас, Он знает, что нам нужно будет в этом дне применить. Применить как Его оружие, применить как Его хлеб, применить как Его защиту, применить как Его мудрость. Потому что мудрость, она была советницей, когда Господь творил тот мир, в котором мы с вами живем. И мудростью управляют цари. И поэтому, если мы призваны быть царственным священством, именно так нас Бог называет, то мудрость, пусть она будет для нас советницей. И это возможно, потому что Бог мудростью своей пропитал свое слово. И потому мы обращаемся даже к историческим событиям, которые произошли в жизни Его героев, героев веры, в данном случае Давида, то мы прикасаемся к мудрости. Мы прикасаемся к мудрости веков, в данном случае, но которая когда-то изошла из вечности, чтобы сегодня мы могли ею питаться. Итак, «Сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой». То есть, с одной стороны, мы с вами прочитали, что он отдал все и посвятил Богу, забрав это у царей. А следующая фраза, следующий стих «Сделал Давид себе имя». Ничего до этого не сказано, как он это делал. То есть, специальные какие-то мероприятия, чтобы узнали про Давида, чтобы услышали о Давиде. Он ничего этого не делал. Но помните, как начиналось его имя формироваться, когда он победил Голиафа. И вот тогда запели женщины в Израиле. Вот тогда они говорили, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Как быстро разносилась молва. Поэтому, если тогда с одним Голиафом, совершив эту победу, уже запели песни о Давиде, то уж тем более, когда он покорил семь царей, известных в этой местности, как кто-то, даже как неприступная крепость, который был самым богатым, который был влиятельным царем, но он и их победил. Более того, союзников их в том числе. Поэтому сделал он имя Божьими победами. Вот, друзья, как делается имя. Посмотрите, сколько сегодня других методов используется, чтобы сделать имя. Когда человека, может быть, в рекламных каких-то моментах раскручивают, еще где-то. А на самом деле это не то, что является сильным и серьезным. Это легко развеивается при личных контактах, при встречах, при каких-то трудностях человек не может выдержать то, что имя как сформировано или, еще правильнее сказать, сфабриковано. Но тогда, когда делает Бог и дает имя, это по-другому звучит, это по-другому влияет, это по-другому работает. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами сегодня могли, вместе с Давидом, прочитав этот текст, сказать, Господи, я не хочу методами человеческими делать имя, но я хочу сделать твои победы реальными в своей жизни, а имя это то, что приложится. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что мы сегодня не свое имя поднимаем на флаг, а Твое, Твое царство, Твои ресурсы, Твои возможности, Твои ценности. И пусть все это будет известно людям, которые соприкасаются сегодня с результатом Твоей работы и в нашей жизни. Как те, которые соприкоснулись с Давидом, они увидели Его имя, поднятым на знамя, тогда, когда Он поднимал Твое имя. И сейчас мы благословляем друг друга, чтобы Царство Твое узнали о Нем, услышали и чтобы захотели к Нему приближаться и в Него входить. Благодарю Тебя за эти возможности во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.